Дагестан занимает лидирующие позиции по приросту производства молока. Его объем вырос в регионе на 101% к уровню прошлого года. А все благодаря расширению и увеличению фермерских хозяйств в республике. Так, в Ахтынском районе вот уже 15 лет действует сельскохозяйственное производство. От разведения крупного скота до изготовления сыра. Как все это работает, узнавала Карина Баталова. Роза Гаджиева начинала свой бизнес вместе с мужем с покупки трех голов крупнорогатого скота. Теперь в хозяйстве их 70. Каждый день вот уже 15 лет хозяйка фермы и ее помощники на ногах с пяти утра. Работы здесь всегда хватает, не то что в офисе. Поэтому взяться за это дело было задачей не из легких. Мы работали, на государственную работу я долгое время и здесь пахала. А что делать? Если, понимаете, поначалу, да, это все это вот это зловоние, все это тяжело. И они же ничего не могут сказать и животные. Поначалу тяжело, очень тяжело. И сейчас тяжело. Я не могу их оставить никуда, уехать. Я нужно постоянно присмотреть за ними. Гюльперий, Милка и Черныш. Здесь у каждой коровы свое имя и даже родословное. Благодаря выборке в хозяйстве остаются лишь самые сильные и здоровые. От местных буренок с коричневым цветом до галштейна и шведская. С вот такими милыми кучеряшками. При всей своей кажущейся агрессивности Михайло очень милый и спокойный шведский бычок. И кажется, что он такой большой, но на самом деле ему всего два года. Когда Михайло подрастет, он будет весить около тонны. Набирать вес бичку предстоит уже в горах весной и летом. В целом в теплое время фермерам легче. Да и удой больше. Около 500 литров молока в сутки. Сейчас зимой 250. На территории фермы есть и молочный цех. Даже без вывески все понятно по располневшим на сметане и сливках с сытым котам, что крутится рядом. Сыр, творог, молоко и масло можно купить на месте. Из сарая приносим молоко, принимаем. Опять повторно сцедили, принесли, наливаем сюда чан. Сейчас там молоко утреннее я оставила. Даем температуру, включаем здесь. И мешалку включаем. До нужной температуры доходят, потом выключаю, ввожу сыворотку. Сыворотки у меня из пищевода животных сделаем. На прилавке и в холодильнике редко что остается, признается хозяйка. Натуральная продукция быстро раскупается местными жителями. Я здесь постоянный клиент у них. У них всегда экологически чистый продукт. Мне очень нравится сыр, молоко, масло. Я все время здесь покупаю и молоко, и сыр. Я не только для себя, а даже родственникам в город отправляю. Они тоже довольны, всегда просят у меня, когда я еду в город, привезите, пожалуйста, нам сыр, творог, все, что есть у них на этом предприятии. Эсим аграриям ведение хозяйства помогало и государство. Совсем недавно они выиграли грант в 5 миллионов рублей по направлению развития семейной животноводческой фермы. Деньги пойдут на строительство дополнительных сараев и покупку новых коров. Карина Баталова, Магомед Магомедов, Телеканал ННТ, Ахтынский район.